Всем привет! Меня зовут Лена Христофорова и это мой YouTube-канал. Я в Италии. И сегодня я расскажу о своих любимых магазинах из Рима, Флоренции и Милана. Для тех, кто впервые попал на мой канал, я персональный шоппер. И сейчас я нахожусь в Италии в своем шоппинг-туре. В прошлую среду я опубликовала видео о том, как я совершаю шоппинг с клиентом в Италии. Сегодня я расскажу вам о своих любимых магазинах в Риме, Флоренции и Милане. Уже в следующую среду я покажу все свои покупки со скидками, которые я совершила здесь. Поэтому, прежде чем мы начнем, чтобы ничего не пропустить, подпишитесь на мой канал прямо сейчас. Под видео здесь будет красная кнопочка. Также подписывайтесь на мой инстаграм-аккаунт, так как я там публикую много фотографий полезного, контента, советов и так далее. В общем, будет интересно. Для поездки в Милан я выбрала свою любимую сумку в Сандро, купленную год назад. Огромное количество комплиментов я собираю всегда, когда в ней. Скомбинировала ее с футболкой Aero Peris, купленную буквально пару дней назад в Риме. Босоножками Prada, солнцезащитными очками Fendi и сумкой Backpack. Каждый раз, когда я в Милане, я всегда захожу в флагманский магазин Golden Goose Brand, который здесь, в этом городе находится. Я давний поклонник марки, но если раньше можно было кого-то удивить намеренно со стариной обувью, то сегодня уже нет. Сегодня она есть в жу всех, мне кажется. И меня, в первую очередь, интересует одежда. Обожаю ковбойский стиль, но буквально воссоздавать какой-то образ не в моем духе. Поэтому вот такой костюм в вертикальную полоску я скомбинировала с казаками песочного цвета. Дополнила этот образ ремнем с эффектной пряжкой, женственные блузы небесно-голубого цвета и сумкой-рюкзаком. И снова про сочетание объемных вещей между собой. Не бойтесь комбинировать оверсайз топ и оверсайз низ и дополнять это все объемными аксессуарами. Главное правильно сбалансировать ваш лук. В данном случае у меня работает пояс, который подчеркивает талию и несколько удлиняет нижнюю часть фигуры, так как я бы разместила чуть-чуть выше, чем талия. Даже при том, что я в кедах, нижняя часть кажется длиннее. Юбка-трапеция, миди длины, просто убийство роста. Но в данном случае грамотно сбалансирована фигура. Опять же, поясом, о чем я говорю практически в каждом своем образе. Обратите также внимание на сочетание малинового цвета юбки, темно-синего цвета свитера и серебряных казаков. На мой взгляд, очень стильно. Целостный лук в магазине MSGM я так и не сделала. Дело в том, что мне понравился только этот крутейший свитер с разноцветными надписями. Планирую его комбинировать со скинни-джинсами, либо же с шелковым платьем-комбинацией. Не могу сказать, что у меня очень много вещей бренда Acne Studios, но каждый раз, когда я надеваю их, я получаю огромное количество комплиментов. Наверное, поэтому я очень люблю эту марку. Она находится прямо за углом от бренда Golden Goose и MSGM в Милане, в которых я только что была. Продолжение следует... Здесь, как в казино, вообще, сколько я времени провела, непонятно. Поэтому я направляюсь сейчас на третий этаж. Мне точно нужно заскочить несколько брендов. Сейчас покажу свои луки. Я выбрала еще вот эти ботильоны, точнее казаки, коричневого-красивого цвета, на темно-коричневый, потому что я выбрала между черными. Коричневые мне темноются больше. Такие объемные брюки, как в данном случае Марк Джейкобс, просто необходимо балансировать для девушек невысокого роста, как я. Поэтому я заправила футболку Виветто внутрь, тем самым подчеркнув талию, дополнила лодочки на высоком каблуке номеру Вентуно и в качестве аксессуара выбрала сумку Марни небольшого размера. Сбалансировать сочетание лоферов без каблука, например, вот таких, как Жил Сандер и Макси юбки Марни поможет топ приталиного силуэта, как, например, этот вариант Дель Позо. Мелкий принт на платье Off-White идеально сочетается с мелкой клеточкой так называемой пипита на обуви номеру Вентуно. Идеально смотрится также сочетание ярко-розового цвета платья и голубых очков Линда Ферро. А этот лук для любителей приема многослойности, а также эклектики, то есть сочетания несочетаемых стилей. Здесь у меня тренч без рукава Филипп Лим в сочетании с худи без рукава акт на студии с велосипедками и туфлями-лодочками номеру Вентуно. На мой взгляд, это самый экстраординарный магазин в Европе. 15 лет назад 10 курсакомы задумывался как галерея современного искусства, но где арт, там и фэшн. И сегодня здесь мультибрендовый магазин премиум сегмента, кафе, ресторан помимо галереи. Я уже говорила о том, что здесь есть кафе, поэтому обедать мы тоже будем здесь. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok По идее здесь сейчас должно было быть бы продолжение о моих любимых магазинах из Флоренции и Рима Но я решила разбить влог на две части, чтобы не перегрузить вас информацией Поэтому уже через пару дней в субботу, не через неделю и в среду, а через пару дней в субботу Я покажу вторую часть своего влога о любимых магазинах из Флоренции и Рима Конечно же покажу луки, которые я составила в этих магазинах Чтобы не пропустить этот влог, обязательно подпишитесь на мой канал и отмечайте колокольчик, чтобы вам пришло уведомление на почту о том, что мой влог уже вышел Будет мега интересно